Упорство в помощь, шутит ученица технического лицея Екатерина Черникова. Говорит, кое-где, чтобы увидеть кирпичную кладку, нужно снять не один слой бумаги. Объявления на этом здании клеили на совесть. И даже если объявления будут плохо поддаваться, я все равно их оторву. Для пожирателей незаконной рекламы акция чистоты – повод найти новых друзей и весело провести время. К делу школьники подходят творчески, соревнуются, кто сорвет больше объявлений и сделает это быстрее. С друзьями на самом деле это очень весело делать. Это приносит много веселья, общения со своими сверстниками. Я хочу, чтобы мой город стал чище, поэтому я вызвался стать волонтером, чтобы очищать свой город родной. В дни генеральной уборки города очищать от незаконных объявлений промышленный район будут около 500 юных пожирателей рекламы. Прежде чем приступить к делу, ребята проходят инструктаж. К своей работе школьники подходят с умом. Если на подъезде висит объявление, что в определенных числах отнимут газ или свет, такие объявления не трогают. А вот всему остальному здесь не место. Ребята очищают у нас световые опоры, не подходя к центральным дорогам ближе, чем 5 метров. Это остановочные павильоны не трогают они, информационные доски не трогают. Фасады домов, зданий, парки, скверы – это везде, где могут ребята очистить объявления. Приводить район в порядок школьники могут в любое удобное время. Регламента нет. Свою работу нужно обязательно снимать на фото. Когда большая уборка города закончится, в районной администрации подведут итоги и наградят лучших пожирателей незаконной рекламы. Алина Чемерис, Константин Головин. События.